Здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь представителем проекта Амбассадоры сообщества WebTokenProfit. Мы продолжаем знакомиться с нашими ребятами. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Привет, меня зовут Галкин Илья, я из России и живу в городе Москва. Спасибо, приятно познакомиться с вами, Илья. Расскажите нам, пожалуйста, как давно вы работаете в сети интернет, вот были ли другие какие-то инвестиционные проекты, вот как это было, успешно, неуспешно, расскажите об этом. Я с 2017 года занимаюсь инвестиционными проектами, да, зарабатываю в интернете, занимаюсь сетевым бизнесом, партнерскими программами. Естественно, был успешный опыт, да, есть успешный опыт, и порядка двух месяцев я знаком с площадкой WebTokenProfit, вот, и занимаюсь ее развитием. Понял, хорошо, а как вы вообще познакомились с нашей площадкой, с нашим сообществом? Я думаю, что как и большинство партнеров, да, мне однажды зазвонил телефон мой товарищ, Шамиль, партнер по нескольким проектам, да, человек, с которым мы достаточно давно работаем, позвонил, говорит, есть крутое предложение, да, нужно разобраться. Вот, поэтому мы, поэтому я принял решение разобраться, вник во все процессы, знакомство началось с криптоакселератора, и потом дальше уже начал вникать во все остальные направления всего большого. Хорошо. Ну, я, в принципе, практически так же познакомился с проектом, только через интернет. Ну, много кто через знакомых знакомится, а я через интернет попал также в криптоакселератор, начал развивать этот проект, а потом уже подключил и все остальные. И, как бы, интерес в том, что, вот, каждый из нас приходит в эти проекты, да, с какой-то целью, вот, мы хотим что-то заработать, что-то купить, и вот, нам интересно узнать, какие есть у вас цели, Илья? Ну, такая, я около 10 месяцев сейчас живу в Москве, и остро встает вопрос приобретения жилья, поэтому, наверное, такая первая промежуточная цель, да, такой чекпоинт, это квартира в Москве, да, поскольку ценник здесь заоблачный, вот, но вот стараемся. Понятно, это всем нам очень остро нужно жилье, так сказать, и, в принципе, в нашем проекте будет возможность заработать на жилье без проблем, я думаю, сейчас, если есть программа Век Авто, я думаю, появится и что-то подобное с недвижимостью. Да, ну, и если говорить, что ближайшую цель, думаю, что ближайшая цель на август, да, это зайти в программу Век Авто, и порядка через 3-4 месяца забрать себе новенькую машину, я уже присматриваю, присматриваю. Это отлично, да. Хорошо, а кто вам вот помогает? У вас есть же своя команда, правильно? Расскажите о ней, как вы с ней познакомились, людей, как вы брали, как вы с ними работаете, вот. Да, есть команда ребят, в любом случае помогает мой наставник, да, мой партнер Шамиль, который меня подключил сюда, вот. Все вопросы, все вопросы получаю от него напрямую, он, ну, то есть он очень хорошо взаимодействует с Искандером, вот, поэтому, когда мы заходили в этот проект, у нас, ну, удосужились чести, да, попадать на закрытые планерки с Искандером, где задавали ему кучу вопросов, просто грузили его целым, ну, как бы нашим основным костяком, да, задавали различные вопросы, и были и непонимания какие-то, и были возражения, но при этом все разобрались, все ответы получили, да, и вот, пупы вперед. Ну, Искандер вообще всем помогает, он такой открытый человек, я смотрю, как он в чатах просто отписывает, во всех чатах отписывает всем, всем помогает, вообще топит за команду, всем вот это предлагает строить и зарабатывать. Мне очень нравится позиция Искандера как основателя, да, он очень располагает к себе, поэтому это, наверное, одно из важнейших качеств для человека, его должности, да, поэтому вот это жирный плюс для WebToken Profit. Спасибо. Расскажите, вот, много кому нравится наш проект, люди присоединяются, им все вот это, как бы, по душе, вот, по вашему мнению, какие есть вот перспективы нашего сообщества? Ну, во-первых, перспективы именно для каждого человека или перспективы развития всего сообщества? Почему вот наш проект является перспективным, скажем так? Потому что это актуально, потому что проект, как бы, весь холдинг, да, имеет ряд направлений, и каждое направление, если, ну, каждое направление очень актуально на рынке и конкурентно способно, да, с какими-то другими предложениями. Вот, и перспективно, почему? Потому что всегда держат руку на пульсе, если вдруг что-то где-то появляется, ну, что-то хорошее, да, всегда, ну, видоизменяется в пути, да, то есть есть машина, условно, да, которая усиляется, прокачивается во время движения, и, ну, я вижу в этом тоже большой плюс. Ну, для меня лично тоже вот это все супер, что наш проект, он такой, как бы, такая экосистема получается, мы всегда подстраиваемся под всех, есть множество разных проектов, и каждый может выбрать себе проект по душе. Да, очень большой охват аудитории, ну, благодаря тому, что на вкус и цвет для каждого человека здесь что-то найдется, да, на большой карман, на маленький карман, на любую жизненную ситуацию, как бы, любую потребность, да, любой, любой запрос, веб-быкин профит для каждого человека может, по сути, закрыть. Да, если у этого человека этот запрос сформирован, этот запрос есть. Хорошо. А вот еще такой интересный каверзный вопрос, скажите нам, пожалуйста, Илья, почему вот вам именно интересно стать амбассадором нашего сообщества? Я параллельно, ну, до сетевого, до инвестиций, я занимался организацией мероприятий, вел эти мероприятия, ну, и параллельно с проектами, да, где-то что-то делал. И поэтому мне интересно этим заниматься. Я люблю выступать на сцене, я люблю делиться с людьми полезной информацией, я люблю это все организовывать. Вот, поэтому, когда появилась такая возможность, да, я сразу не думаю написал. Вот, в течение времени мы с вами созвонились. Вот. Почему еще нравится? Потому что онлайн-онлайном это все хорошо, но я люблю людей, да, я люблю вот живое ощущение. Когда ты здороваешься, общаешься, видишь реакцию, когда вы помимо бизнеса находите какие-то общие темы, заводите там дружеские отношения, общаетесь уже дальше там вне бизнеса, да, на какие-то там, ну, другие темы, помогаете друг другу в бизнесе, развиваетесь. То есть, ну, вот, я люблю всем этим заниматься. Вот. И сейчас, как раз, когда вот проходит вот этот кризис, вроде уже открываются границы, спадают запреты, заканчивается пандемия. Дай бог, чтобы она закончилась побыстрее. Как никогда актуально, да, то есть мы, вот я там с частью своей команды, то есть те люди, которых я, по сути, даже уже, ну, не знаю, да, которые пришли просто в команду и мы познакомились, очень есть большое желание, как бы, пожать руку, познакомиться, пообщаться именно в оффлайне. То есть это такая первоочередная цель для нашей команды была. Когда я увидел этот проект, ну, проект амбассадоров, ну, я понял, что наши цели, как бы, схожи, пересекаются. И почему бы это не сделать, как бы, для всего проекта, а не только для своей команды. Ну, согласен, да. Если вы еще занимались раньше этим, ввели разные мероприятия, то для вас это вообще будет супер-возможность и супер-интересно. Так как вы будете получать раньше всех информацию, вот это все владеть, доносить своей команде, это очень все супер и полезно. Хорошо. Почему вот вам интересно создать такое локальное сообщество, вот, в вашем городе, в вашей стране? Ну, опять же, потому что онлайн хорош тем, что ты, ну, как бы, можешь деньги зарабатывать, не выходя из дома. Но оффлайн хорош, но оффлайн, вот повторюсь, да, из предыдущего вопроса, именно хорош тем, что вы создаете сообщество. А в сообществе каждый начинает усилять друг друга. То есть у тебя, там, у вас есть одни плюсы, у меня есть одни плюсы. Если мы делаем какой-то, ну, то есть если мы объединяемся, то мы усиляем друг друга. Соответственно, если сделать локальное сообщество в городе, можно проводить кучу мероприятий, можно быть на виду, да, можно шуметь, можно заявлять о себе, можно показывать, кто вы, что вы, куда вы идете, то есть, да, привлекать больше внимания. При этом усиляться друг друга, знакомиться с людьми. Я достаточно давно в сети, и я видел, как внутри команд появляются семьи, да, появляются новые друзья, появляются какие-то крутые идеи, да, реализуются эти идеи. Вот, вот эти закрытые штурмы, маленькие планерки, да, именно не в зуме, не в онлайне, а именно в оффлайне, когда вот вы сидите в комнате, царит вот эта атмосфера, атмосфера работающих мозгов, да, что такое. Все, в принципе, я понял, спасибо вам, Илья, за интервью, очень было интересно с вами пообщаться, познакомиться с вами, хорошего вам дня, хорошего настроения. Да, спасибо большое.